Всем привет! Сегодня поговорим как делать резервные копии при помощи программы SystemBug и как делать ISO файлы при помощи программы SystemBug, которую можно записать на флешку. Можно работать как полноценной операционной системой или записать на раздел жесткого диска на любом компьютере. Но для начала, вот допустим у меня имеется копия, по каким-то причинам она меня не устраивает и я решил удалить. Вот я ее удаляю. Копию я удалил, ну а теперь сделаю новую. Этот процесс займет какое-то время. Время, значит, можно будет засечь. Вот сейчас 12.21. Итак, резервная копия создана. И времени это отняло 31-10 минут. Теперь посмотрим, где находится эта резервная копия и какое она занимает место. Значит, она находится в папочке HOME. Значит, я это пока сверну. Зайдем в папочку домашнюю и поднимемся на один шаг вверх. Вот когда смотрится списком, значит, в принципе, можно, значит, посмотреть вот свойства и посмотреть, какие свойства у программы SystemBug. Так, пока там все это дело будет считаться, размер, который заняла папка с резервной копией на жестком диске, 9,7 гигабайта. Хорошо. Значит, вот таким вот образом на разделе жесткого диска у нас создана резервная копия. Она идет со всеми настройками пользователей и так далее. То есть, абсолютно нормальная резервная копия. Также, если указать другой путь сохранения, то эту копию можно сохранить или на внешнем жестком диске, или на другом разделе жесткого диска. Пожалуйста, значит, сохраняйте, естественно, эту копию на разделах, отформатированных в Linux. Не сохраняйте эту копию на разделах Windows. Потому что частенько оттуда эти копии, бывает, сказать, что восстановить практически невозможно или это работает некорректно. Поэтому, можете, пожалуйста, сохранять все это дело на разделе, на другом разделе Linux или отформатированном в формате там extension 3, extension 4. Вот. Нет проблем. Так, вот, пожалуйста, значит. Ну, теперь перерыв. Посмотрим, как систембаком сделать изообраз, который можно будет записывать на флешке. Вот мы его запустили. Посмотрим в настройках. Должно быть отмечено, вот, создавать образ автоматически. Русский язык, потому что у меня он поддерживается нормально. Я установил файлик от Андрея Овчарова. Менюшка работает нормально. Переходим на создание системы Leaf. Ну, вот я убираю старый образ и создадим новый образ. Время поставим. Тринадцать пятьдесят девять. Ну, и подождем. Итак, создание образа завершено. Время у нас это заняло сорок девять. Так, пятьдесят. Так, четырнадцать десять. Ну, где-то одиннадцать минут. Одиннадцать-двенадцать минут. Образ практически занимает 3,6 гигабайта. Ну, сюда у меня много чего вошло. И плюс зашла еще балаболка с вайном. Так, что образ получился большой. Теперь, значит, нам нужно этот образ проверить. Запускаем Oracle виртуальную коробочку. поднастроен. В носителях я только поменяю на новый образ. Сейчас. А так, все остальное у меня настроено на проигрывание. У меня четыре процессора. Два процессора я отдал под виртуалку. Вот так все это дело выглядит. Дисплей вот так вот. Ну, посмотрим, запустим. Нажимаем Enter. И подождем загрузки. Ну, вот практически загрузилось все. Значит, ну, образ получился эластичный. Ну, и запомните правило, что если образ грузится на виртуальную коробочку, то он рабочий. И если вы этот образ записали на фрешку, она не загружается, то тут может быть несколько причин. Или сама флешка, значит, старая, или программа для записи флешки, которую вы использовали, не работает. Ну, иногда еще бывает в настройках биоса надо разрешить компьютеру, чтобы он стартовал с флешки. Вот практически и все. Таким вот образом. Ну, ладно. Значит, вопрос с систембаком. Я считаю, что вот так вот решается. Рекомендую вам использовать эту программу. И еще раз, значит, подчеркиваю, что с систембаком вы можете записать копию вашей системы, так называемый бэкап, или на внешний жесткий диск, или на любой соседний раздел. Вот, допустим, у меня есть папочка Linux Data. и если я сейчас на нее пойду, да вот так, например, то посмотрим. Вот Linux Data. и вот здесь вот, значит, я могу, значит, создать систембаком, ну и сделаю это позже, значит, копию нормальной бэкап-системы. Каким образом, тоже, значит, сейчас покажу, как это делается. Вот здесь. Вам нужно выбрать, вот сюда, Media, User, вот, Linux Data, и, значит, вот выбрать вот эту вот, LMC 12. Допустим, у меня LMC 12, вот, и нажимаете кнопочку создать новую, и процесс пошел. Практически вот таким вот образом создается резервная копия системы. Чем это хорошо, повторюсь еще раз, что-то там случается, всегда можно откатиться на тот момент времени, когда у вас все было настроено и работало нормально. Даже если по каким-то причинам сломан компьютер из этой резервной копии, вы можете восстановиться на любой жесткий диск любого компьютера. Выделите там место на жестком диске под свой Linux и, как говорится, получаете удовольствие. Вот таким вот образом. Значит, ну, когда закончится запись, просто покажу, как восстанавливать систему из бэкапа. Итак, создание резервной копии завершено. Вот она. Может их там что-то есть быть. Наверху всегда стоит самая последняя резервная копия. Вот практически и все. Значит, что еще хочу сказать. Программа SystemBug, она создает бэкапы двух типов. Вот. Значит, для портативных, значит, для Leaf систем создается бэкап, которым можно записать образ ISO на флешку, там и из винды, там и из мака. В своем, собственно, формате она создает. Это на любом Linux тоже из него можно записать на флешку живой образ. Ну, и плюс, значит, создает свой образ, скажем так, который можно записать на любой раздел жесткого диска или на внешний жесткий диск. Значит, в собственном формате, ну, значит, это, скажем так, его на флешку не запишешь, только на разделы жесткого диска. Вот таким вот образом. Значит, ну и какие у пользователей, значит, имеются возможности. Значит, вот у нас на Linux Data мы смотрели, был раздел пустой. Теперь, значит, вот посмотрим свойства. Пока там будут эти свойства, значит, у нас определяться, значит, я покажу, как происходит восстановление системы. То есть, вот тут, значит, ставится пароль. И если я нажму, допустим, галочку вот здесь, то у меня сразу становится нормального цвета кнопочка восстановления системы, копирования системы и установка системы. вот практически и все. Значит, восстановление системы, значит, это вы находитесь в Linux, что-то пошло у вас не так и вы просто хотите откатиться на эту копию. Копирование системы, значит, позволяет вам скопировать уже все, так сказать, там, да, разделы, которые вам нужны. И установка системы, здесь вы можете, вот, скажем так, ввести имя нового пользователя, новый пароль и так далее. Это если вы вставите кому-то, там, из своих друзей или знакомых. То есть, у них уже будут свои уникальные имя пользователя и свои пароли, там, и так далее. Вот таким вот образом. Значит, ну что? У нас, значит, заняла вся эта операция, значит, по вычислению какое-то время. Вот размер, значит, копии 9 гигабайт. Ну и вот один вам из вариантов восстановления системы. Значит, пожалуйста, нажимаете на Вsen der Joak Blake, полное, допустим, восстановление Автоматически определен. И тут варианты или ввосновление системных файлов, или компенсационных файлов пользователя, и и так далее. Ну, допустим, Взhabitude системных файлов я нажал и пошел сюда и нажал на старт, и пошло восстановление системных файлов. Если идет полное восстановление, то программа может попросить вас после завершения операции перезагрузить компьютер. Перезагружаетесь и получаете нормальную операционную систему. То есть тут у вас довольно-таки большой диапазон возможностей. Программа очень гибкая, хорошая. Я ее многим рекомендую, потому что действительно копии получаются очень качественные, отнимают немного времени, как видите, там 10-15 минут занимает в среднем. Вот, и вот, пожалуйста, сообщение, что компьютер будет перезагружен через 30 секунд. Так что я сейчас отключаю ролик и перезагружусь. Ну, я перезагрузился. Как видите, система нормально работает. Вот, поэтому, практически, вот вам, значит, варианты использования программы SystemBug. В более тяжелых случаях, когда летит раздел жесткого диска, тогда загружаетесь с флешки, с установленной, с Linux на флешки, с установленной программой SystemBug. Вот, находите резервную копию и из нее восстанавливаетесь. Вариантов здесь много. Запомните, что просто есть вот самые различные форматы. И эти форматы, значит, вот они практически... Кноп в разделе в программе SystemBug, это свой собственный формат S-Belief, и, значит, формат PISA. Вот, практически и все. Так что желаю вам всяческих успехов и удачи в использовании программы SystemBug.